Я думал, это загадка, до которой вы реально не догадались бы. Детишки, которые являются целевой аудиторией, скорее, мы на самом деле. Ну, такие, как я, например. Вот. Будешь ли играть в Средиземьи Тени Мордора? Нет, не буду. И так, хватает людей, которые играют в этом. Тем более, это слишком новая игра для меня. Нет. Вы знаете, у меня какая-то такая фобия. Слишком новые игры, это фу-фу-фу. Но я шучу, конечно. Ладно. Думаю, здесь будет очередная загадка, вместе с головоломкой. Продолжайте путь, не наступайте туда, где уже были. А, нужно, то есть, обойти все за один раз. Что ж, осталось всего пять. Надеюсь, когда ты... Какие загадки. Я себе представляю древнего архитектора, который думает над тем, как бы еще развлечься холодными зимними вечерами. Что бы еще придумать такого? Да, да-да-да, не мешай мне. Хитрец, говорит, не буду мешать. Так, драугровый военный начальник потихонечку падает. И нужно переключиться на луг, который захватывает души. Что-то с него душенька должна быть крупная. Нет! Кажа, что ты творишь! Зараза! Взял, зарубил его в самый последний момент. Просто единственное мгновение, которое было между тем, чтобы одна стрела в него вошла, и другая следующая. Какой ужас просто! Кажа, за что! Ладно, я ему потом это припомню. Оставлю спать его где-нибудь на холодном полу. Вместо теплого коврика у нас где-нибудь в доме теплых ветров. Руны несколько пострадали от времени, но... Хайд болтается, давайте слово прочитаем. Изучено слово силы, верный ярость в луэр. Катаном он был! Проверим. Железный меч. Отличный лут. Вообще самый своевременный, пожалуй. Какой только может быть. В стене, говорят, проход открылся, в которой стене. Вообще он про стены здесь говорит? Очевидно же, архитектор не хотел бы, чтобы эти подземелья прошли всякие бразичьи животные неуча, не знающие древненорского. Ну да, а также драконьего языка заодно. Смотрите, тут что у нас сверху. Что-то, по-моему, ничего особенного. Да какая дверь он имел в виду? Он сказал, сейчас посмотри, открылась дверь. Кто-нибудь понял? В оффлайн говорит, ты опять-таки не посмотрел, только туда, где проход. Да, точно, смотрите, реально. Привет, кролик. Что такое было? Что-то активировать можно было сейчас только что. А, держатель до факела, ясно. Я думал, что-нибудь интересное. Я боялся, что залы сильно пострадают от землетрясений. Самое главное от этого лектора оторваться побыстрее, потому что читает такие долгие и нудные лекции, от которых можно уснуть. Ему реально нужно отправиться работать куда-нибудь. Преподавать историю, например. Студенты бы на его парах бы спали. Храпели бы так, что звук храп, наверное, был бы сильнее, чем его, собственно, и речь слышная. Ого, кто-то поднимается уже. Меня наняли. Не то, не то, не то, не то. Где у нас элементная ярость? О, дрогр-палач, полегче, полегче, полегче. Крохотные камни. Душ, кстати, можно что-нибудь перезарядить с помощью него вполне. Что-то ты, Санчес, за своей игрой напоминает стал, говорит, теплом. Да, Санчес, вообще, когда я его первый раз посмотрел на это, было уже, наверное, даже, так скажем, довольно нескоро после того, как он начал стримить. Но когда я посмотрел его стрим, у меня было ощущение такое, а он серьезно вообще вот это все говорит? Человек с серьезным видом рассуждает, что все классно, мы тащим, преимущественно на нашей стороне, и при этом вот под эти слова на экране он сливается, все в говно, вообще плохо, настолько, насколько только это возможно. Но я думаю, троллит, наверное. Да, троллит, потому что нельзя же такое серьезным видом рассказывать. А он, нет, говорит, нормально все, говорит, сейчас это затащим, победим, противник слабый вообще. Окей, 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 верю почти что. В общем, потом выяснилось, что это он действительно серьезно, так, визит просто мир. Так он же шутит так. Нет, Кипло, он абсолютно серьезен. Нельзя шутить постоянно, все 100% реплик, чтобы были шутками. Помните, на одну из пар, говорит Мендоса, преподаватель читал таким нулым голосом, что под конец пары кто-то на задних рядах запел Чёрный Ворон. Ну, как бы да, очень вероятно. Так, где у нас заклинание? Посох пламени, огненный руну, огненный плащ, пламя. Так, здесь у нас еще А здесь у нас меч, да? Отлично. А здесь нордский древний лук. Окей. Стрелу только верните. Стрелы, это ценность. Какие тайны ждут нас за этой дверью? Какие тайны ждут нас за этой дверью? Давайте вместе погрузимся в этот увлекательный мир древних нордов. Ну, как-то так, наверное, это должно выглядеть на самом деле. Древний нордский лук нам не нужен. Посох пламени тоже дешевка какая-то. С этой сучкой, говорит, Рикардию кажется, что второй раз проходишь квест коллегии. А, когда я проходил квесты коллегии, я заметил, что он одновременно... Этот набор квестов был слишком банальным. Слишком несразмерным по награде, которую давали за эти квесты. Вот такой фусь должен быть у здорового Катана. Дрогр, военачальник, вот твою душеньку я обязательно полутаю. И никакой каджи меня не остановит. Давайте достанем лук. Да что ж такое-то? Да как так-то? Да... Кот ты драный! Ах, пойдешь ты у меня просто шкуру сдеру! Ааа, пожар! Не, серьезно, вы знаете, как бы не особенно мне тут душа нужна? Их там еще сотни будет, я обойдусь без нее, но что во второй раз? Ну, ну как вообще? Я... Не имею слов, просто... Так... Если я все правильно прочел этот мирак... Назван предателем. Как неинтересно. Мирак предатель. Я был назвал трупом. Для этих саркофагов мы найдем выход. Пошли. Пошли. Вот пошляк. Привет, Серж. Да, кстати говоря, Великан и в космос запускают очень хорошо. В том-то и десантируешься с орбиты. Аки космодесантник императора. Так, словом, получили. Второй коготь получили. Теперь дальше разгадывать нужно загадочку. Что-то к ним не говорите, что тут еще одна дверь открылась. Да, реально открылась. Ты Зика нетерпелива, говорит? Да и у Дриммер, где твой Дзен? Да. Я должен быть терпеливым. Я должен быть спокойным. Ничто не может вывести меня из разно... Из... Вот, видите? Я даже слово равновесие выговорить не могу. О каком равновесии может быть речь, когда ты его не можешь выговорить? Найти толкового токсидермиста с Дерис, как же шкуру набей чучело и как же с тобой мешать не будет, говорит Мендоса. Вот. Хорошая идея. И танковать еще будет в виде чучела. Вполне себе. Теперь нам нужно активировать две штуки здесь. Вот эту вот штуку. Активируем рукоять. А я такое где-то уже видел. Баяны самокопирования. Ага, и вот заметьте, как только я прошел, сразу же для них открывается прямой проход. Глянь, крик ярости боя что делает. Сейчас покажу. Так. Вот у нас крики. Ярость боя снизу. Ваш тум улучшает оружие стоящих рядом соратников, позволяем атаковать быстрее. И стилить ваши души тоже быстрее. Надо меч зачаровать тоже нам на ловле души. Ну, не знаю. А что там движется внизу? Там крохотная душа движется. Никто не может увезти тебя из равновесия, из разновесия, говорит Дэйв Дриммер. Это мастер-баланс на дом доказательства. Да, я, по-моему, за нейтралом прохазил о дом. Вообще, до сих пор боевая музыка звучит. Вы можете выключить этот саундтрек? Ну, что-то мне надоедать начал. Дверь закрыта, засос с другой стороны. Эпично. Эпичный саундтрек для эпичного рождения по мосту. Крохотная душа, говорит Дример, да ты нашел кладбище олигархов-мертвых. Ага, сейчас. Пока тут наши подбегают, я тоже отойду, секундочку, сейчас вернусь. Так, а я вернулся. М-м-м. Ну что? Еще один проход. Окей. Окей, что мы еще могли ожидать? Конечно же, больше весель. Вы любите веселье? Вот скорее, мило, полным-полном. И оно почему-то все время везде одинаковое. Уф, еле добежал. Ну и где они? Я, наверное, до сих пор думаю, что нужно с кем-то сражаться или что? Я вижу, там какие-то точки на компасе есть. О, смотрите. Да, точно. Там мы еще кого-то не убили. К сожалению, вот этот мост мешает стрелы в нем. Не то, что застреваются, а вскакивают от него. Ну-ка. Ну, стой-юй. Какие-то беспокойные души беспокойно бегают. Он каждый на них заагрелся, думает, как бы, как бы, а не как. Фигульки. Как любят говорить у нас в Самаре некоторые стримеры. Помнится, у меня что-то багнуло, говорит, Миндоса. И, бывает, музыка играла все время. Это было так весело. Да, говорят, такое иногда происходит, и когда это происходит, необходимо молиться. Не знаю, кому болиться, но помогает только молитва. Больше ничего в такой ситуации. Только гляньте на него. А? Испугался тени, которые сидят снизу. Никого не трогает. Где она, кстати говоря? Я не хочу сюда подниматься заново, но с другой стороны. Эй! Где ты? Где Каджа, например? Каджа куда-то убежал. То же, чем там занимается непонятно. Ладно, забей. Эй, мужик. Мужик, ты где? Мужик, все спокойно. Можешь встать. И теперь нужно найти какой-то способ выяснить, что должна быть за фиговина изображена на этих трех плитах. Ну, наверное, нужно, как всегда, залезть в интерфейс, в разное. Там вот есть две половинки. Сейчас мы их посмотрим, покрутим. А на них, а на них нифига вообще нету. Окейшки. Сбросил бы Каджа вниз. Да он сам убежал туда вниз. Кстати, а как попасть в этот Сулстейм? Просто только вот начал проходить Скорим, говорит, Васаби. Наверное, любопытный остров. Для того, чтобы попасть в Сулстейм, нужно получить квест. А для того, чтобы получить квест, необходимо, чтобы на тебя стали нападать культисты. Это с какого-то уровня начинается. То есть, ты там левелапаешься до определенного уровня, тебя начинают культисты нападать, и так квест стартует. Но это очевидно, что их нужно обе. Да это тоже очевидно. Здесь найдутся неповрежденные фрагменты текста. Да-да-да. Давай рассказывай. Где неповрежденные фрагменты текста? О. что-то есть. Первый фрагмент как-то связан с воздухом или может ветром. Ну, птицы там, да? Вторым упоминаются ночное небо и луна. А третий как-то связан с огнем. И еще, посмотри, упоминается чешуя. Ага, чешуя. Это дракон. Луна. Я изучу остальное и скажу, если не дойду, еще что-нибудь. Луна. Это воющий волк. Волк ловит на луну, ночью, да? И здесь должна быть у нас птица-сова. Ну, или просто птица. А, не сова, это какой-то орел, видимо. Где здесь текст, говорит Рикардио? Текст озвучен профессиональными переводчиками. Название данного квеста не подскажешь? Нет, я не знаю название квеста, уже не помню. Но ты его точно не пропустишь. вот этот квест ни с чем перепутать нельзя. там такие характерные ребята в масочках, которые прям вот по типу того, что у меня на заставке стрима прибегают. Вот такие ребята в масочках. Они устраивают маски шоу и пытаются тебя то убить, то еще что-нибудь сделать. так, тут плиты, осторожненько идем. Окей, валим. Одержать победу надо волоком. Я надеюсь, это один из тех боссов, которых надо забить. Раз, если это так, то мы призываем Дримору. здесь кругом ловушки, что самое неприятное. Юзем наш. Ой-ой-ой-ой. Подгорает котик. Вы знаете, что кошки очень не любят, когда поджигают. Скажу вам больше, вообще никто этого не любит, но не важно. Где Каджа? Куда Каджа делается? Он плавает, Каджа вылезает, хватит в ванной принимать. Понимаете, здесь жарко. Все такое. Эй. Вы только посмотрите на этого Катана. Он залез в бассейн и теперь ничего не хочет делать. Это какая-то неправильная кошка, потому что Катаны, они же не любят воду. Сиризли, что не так скажешь же. По-моему, его подменили. На самом деле это какой-нибудь рептилоид. Так, F4. Кажется, тебе ничего не кажется странным вообще, да? По-моему, ему нормально. Огненный отронах бы не просит. Че, еще огненный отронах? А, неважно. Кажется, больше не любит огонь. Ну, да. Воду, в течение говоря, воду меньше любит. Воду меньше не любит, чем огонь. огонь. И теперь это тоже купается. Не, надо глянься, Все ванны принимают. Я присоединюсь тогда тоже. Говорят, это сейчас очень модно. Новый уровень. И этого я тоже не полутал. Ну, точнее говоря, не полутал душеньку его. Так-то я его полутал формально. Замути крик на призыв у воина сражаться не придется, говорит, киплом. Крик в полным-полно нужен драконов побольше завалить, всех открыть, а потом кричать направо и налево постоянно. меня интересует лут, есть в сундучке. Великий камень душ уже заряженный. Это круто. Костяной щит. А это из кости дракона что ли щит? Серьезно? Это офигенно. Так доспех 29. Тяжелая броня. Эбониты сапоги тишины. Носитель движется бесшумно. Ну, ладно. Цена 95, правда, меня немножко смущает. Костяной щит. Это вот из-за какого-нибудь может быть материала недраконьего? 29. Ладно, разберемся, как скажем. Это щит местной охраны, говорит Кипло. А где охрана-то? Ах, да, я ее только что убил. Ха-ха-ха. Ну, что? Крик мы полутали, сундучок открыли. Как заманчиво полагать, что эти галереи так долго были скрыты от чьих либо глаз. Квест завершай. Это вот когда сидишь, бывает, на лекции и думаешь, когда она закончится, в конце концов. Особенно, когда ты сам ее ведешь. Это вот вообще просто самое топ. Невероятно. Настоящий драконий жрец. За все годы, что я посвятил изучению истории, я и не надеялся увидеть подобное. Полагаю, это был Валок. Должно быть, гробницу построили для него так, чтобы он смог стоять на страже даже после смерти. Угу. Ну, важной персоной, наверное, был. Как знаете, было там у египтян или еще у кого принято когда умираешь, надо построить обязательно какую-нибудь гробницу побольше. Чем больше за жизнь наворовал, тем лучше. Щит обычных охранников города Султстейма. Да, я так и понял, что он очень дешевый для того, чтобы быть нужное внимания изучению этой стены слов. Ах, какая книга у меня получится. Не факт, что она у него получится. Теперь минутка безумия. Он слишком мало нам заплатил и слишком много пудрил мозги. Эй, чувак, ну ты умрешь когда-нибудь вообще, или ты слишком важный персонаж? Он продолжает делать вид, что ничего не происходит. Вот это вот отлично. Я обожаю в квестах персонажей в Кариме вот эту фишечку, что они идут и плевать на все хотели. А нам что возвращаться сюда на своих двоих? Или тут открылся какой-то проход? Серьезно? Я наделался какой-нибудь проход откроется. Скажем прямо. Надо еще раз обследовать это место. Вдруг где-нибудь здесь, не знаю, там можно быстро отсюда убраться. Сейчас бы призыв к синтакли пригодился на город Киплом. Ну да. Тут бы. Ну выпустите меня по-быстрому, как это скорее не бывает. Строить целые лабиринты, чтобы кто-то мог быть на страже после смерти. Пфу, деревянный сарай, немного некромантия. Вот выбор мастеров, говорит Мендоса. Так, а что за деревянный сарай некромантия? А, ну в смысле, что после смерти себя самого поднимали, чтобы тебя самого поднимали. Не понял мысли, ладно, забейте. О, стрелу нашел. Разе этого лута мы здесь. Сами выпустили стрелу, ее полутали. А теперь сходим с ума, пытаясь бегать в поисках выхода отсюда. Ну, пойду, наверное, назад обычным путем, тем, которым пришел. Может быть, там как-то сократить удастся. Я очень на это надеюсь. Кажется, не заплутает, да как бы пофиг. Есть же заклинание на поиск кратчайшего пути, говорит Киплом. Да, вроде такое есть, насколько я помню. Только я не знаю, то ли я его учил, то ли нет, а проверять лень. Вот бывает такое иногда. Дверь закрыта на засов с другой стороны. И это как бы намекает либо на то, что там просто дверь ради декоративных целей, либо там может реально лут какой-то есть, а я не знаю, как его получить. Вы представляете, лут у меня не может дождаться. Я ухожу не по луту в что-то. Непростительно. Есть же заклинание. Тут не все по луту лгридаю Дриммера. Да вроде бы все. Квест я выполнил, лут вроде бы собрал, ну как бы, типа. И теперь ухожу отсюда. Слишком много знает. Да, вот. Этот старикашка слишком много знает и слишком много болтает. Когда вы слишком много знаете, нужно держать рот на замке, потому что можно чего-лишнего сболтнуть. И тогда придет Катан к вам Ассасин. Я, кстати, являюсь членом гильдии убийц темного братства. Нужно будет, когда я вернусь в Скайрим, заняться тем, что вот таких вот незадачных старикашек побольше на тот свет отправить. Ну, все ради денег, конечно, и выгоды, безусловно. Не подумайте. Я же не маньяк какой. За дверью подъем снизу. Да все же, я вышел отсюда. Сейвушки делаем и смотрим, куда мы дальше можем отправиться отсюда. Из квестов, которые у нас помечены, остается Курган Хратмунда, от которого можно подойти и раздобыть черную книгу в еще одном месте, в еще одном Кургане. Ну, а очередная книга, это же очередные Тентакли. Черные, склизкие, мерзкие, но Тентакли. Тентакли, это же, с одной стороны, хорошо ведь, правда. Что это было? Окей. Идете вот такой себе. Хоп-хоп, ничего не происходит, а тут бас, дракон с неба падает. И дрожит ему холодно, наверное. Стальной пластинчатый сапог. Ха-ха-ха. У него еще сапоги при себе были. Я не перестаю удивляться этой игре. Чего тут только не происходит. 70к голды, скоро прокачанное кузнечество, имеет ли смысл вообще что-то лутать, говорит Мендоса? Конечно, потому что лут сам в себе хорош, просто потому что он есть. Когда вы что-то лутаете, жизнь становится лучше. это основа нашего потребительского общества современного. Нужно что-то полутать, ну правда заплатить перед этим, возможно, придется. На обладание вещами это как такой культ современности. И если посмотреть по-хорошему, то особо вариантов каких-то кроме этого для нормального общества по сути нету.